Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как мужская истерия. Наверняка вы слышали очень часто выражение о том, что это женщина-истеричка, или началась истерия, постоянные истерики. Да, мы встречаемся с этим диагнозом, обозначением очень часто, когда речь идет о женщинах. И так это выражение прикрепилось именно к женскому полу еще со времен Гиппократа, когда причины истерии искали в миграции матки или в возможной связи с дьяволом, так называемая охота на ведьм. Но что говорить о выражении мужская истерия? Даже в эру современной научной медицинной психологии это выражение достаточно оскорбительно, хоть и существующее в профессиональном словаре психолога. Итак, что же такое мужская истерия? И почему назвать мужчину-истериком является приравнить его к кастрации или, другим словом, сказать о том, что он не мужчина? Да, действительно, мужская истерия может скрываться под различными этимологиями, в том числе посттравматический синдром, психический травматизм, ипохондрия, депрессия, алкоголизм и так далее. Сегодня мы с вами рассмотрим возможные маски мужской депрессии и выясним, почему мужчине так сложно поставить диагноз истерии, и почему мужчины-истерики прячутся под такими различными масками. А ведь действительно они прячутся, поскольку сказать, признаться себе, а тем более доктору, врачу, солидарному с пациентом мужчины, очень сложно сказать о том, что речь идет на самом деле о депрессии. Итак, какие маски мужской депрессии существуют? Первое, что мы рассмотрим, это посттравматический синдром или травматизация психики. Если в первом случае речь идет о более телесном, материальном повреждении, то это более является медицинским термином. То второй термин это все-таки более фантазматически воображаемый травматизм, который, может быть, имел место в детстве, в подростковом возрасте, либо же это было представление о том, что определенная психическая травма была нанесена. Итак, что же касается посттравматического синдрома? Если мы посмотрим о симптоматике ПТСР и истерии, это практически одна и та же этиология, набор критериев. Только посттравматический синдром является более доблестным и почетным диагнозом, нежели истерия, поскольку в посттравматическом синдроме объектом и причиной собственных недугов и страданий является другой обстоятельства, такие как война или травма, нанесенная по случаю несения службы на работе и так далее. То есть что-то, что придает состоянию этого внутреннего плача, внутренним переживания, ореол почести и общественного признания. Мы очень часто можем наблюдать военные парады, вручение медалей тем, кто прошел такой большой, насыщенный разными испытаниями путь войны. Если посмотреть на военные марши, посвященные национальному дню или военному дню, когда мы можем наблюдать то, что бы в истерии мы назвали истерическим театром, то есть маскированный парад, где страданию придается место достижения. Что касается другой маски мужской истерии, это ипохондрия. Ипохондрия, которая слишком скрупулезно сконцентрирована на своем состоянии, постоянно находится в поисках какого-то недуга, очень чувствительно относится к малейшим шорохам своего тела или каким-то недомоганиям, постоянно находится в поиске какой-то причины заболевания своего тела, что на самом деле находится в психическом пространстве. Ипохондрик постоянно наблюдает за результатами своих анализов, постоянно консультируется с врачом, очень внимательен к тому, что он принимает вовнутрь и является очень часто завсегдателем постоянных курсов по питанию, по способу жизни, традиционным, нетрадиционным практикам. В общем, все, что может занять тело и отвлечь внимание от психического состояния, а следовательно от самого симптома. Что касается других масок, например, истерическая слепота или глухота или параличи, амнезии, когда как неожиданно мужчина слепнет на какой-то промежуток времени, либо же глохнет, но глухота, которая начинается постепенно и позже достигает уровня уже тотальной глухоты. Что касается амнезии, паралича, это также отсутствие чувствительности определенных частей тела, то также интерес психолога может привлечь каких именно частей тела. О другой маске мужской истерии мы также можем упомянуть истерическая депрессия, когда мужчина ничего не хочет делать, полная апатия к реализации на работе, просто лежит на диване и апатически говорит о том, что все идет не так. И никаких действий не принимает для того, чтобы выйти из этой ситуации. Также мы можем в эту категорию отнести невротический или истерический алкоголизм. Эти все критерии медицинского характера, безусловно, нельзя обобщать каждый случай посттравматики, депрессии, алкоголизма, ипохондрии под маску истерии. Безусловно, существуют классические ипохондрики. Кстати, забыла упомянуть о том, что паранойик тоже может скрываться под маской паранойи, но на самом деле это истерик, который выстраивает весь свой мир таким образом, чтобы мир подходил к нему, чтобы мир адаптировался к его потребностям, нежели необходимость принять то, что мир может нести опасности, что в этой реальности необходимо с нею сталкиваться. Нужно отвечать со своего места, и не все в жизни безопасно и гарантировано. Так что, возвращаясь к тому, что каждый из этих случаев не обязательно является истерией, но психологу важно держать ухо востро, что за таким вот диагнозом, который в медицинской терминологии может описать любую симптоматику истерика, на самом деле может скрываться истерия. Но также и не всякий посттравматический синдром или депрессия, на самом деле являются истерией. И здесь нужно уметь дифференцировать. Также хочется обратить внимание на то, что истерик – это тот, который остается в постоянном состоянии неудовлетворенности. То есть ему объект, его желание постоянно неудовлетворяющий. У коллеги всегда лучше машина, у соседа лучше и зеленее трава, жена друга красивее и обаятельнее. И мужчина-истерик – это тот, кто мечется всегда между двух женщин. Ему сложно выбрать между женой и любовницей. Постоянно должна быть какая-то вторая женщина, потому что первая не всегда удовлетворительна, и вторая тоже не совсем удовлетворительна. И это помогает ему поддерживать свое состояние неудовлетворенности, неудовлетворенностью, которой он наслаждается. Таким образом, конечно, сегодня обозначение мужской истерии все больше входит в понимание существования такой этимологии. И, конечно, в отличие от женской истерии, которая попала под время ненаучной медицины и стала объектом многих спекуляций, мужская истерия все-таки более обозначена. И это помогает врачу, терапевту уже применить необходимые инструменты, чтобы работать непосредственно с истинностью симптома, а не лечить вокруг да около тех критериев, которые почему-то сложно напрямую отнести к истинности диагноза истерии.